Всем привет! Вопреки распространенному мнению, восточный гороскоп не противоречит западному, а наоборот, всячески дополняет его. Поэтому важно знать оба этих гороскопа, чтобы иметь более полное представление о себе, своих способностях и потенциале, а также о характере и скрытых ваших способностях. Итак, в китайском гороскопе тоже 12 знаков, однако в отличие от западного, они сменяют друг друга не по месяцам, а по годам. Крыса. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1970, 1984, 1996 и 2008 годах. Эти люди – прагматики, которые тщательно планируют каждый свой шаг и при этом всегда оставляют пути для маневра. Крысы видны в любой компании за яркость и хорошее чувство юмора, но сами они не стремятся к популярности, стараясь держаться в стороне отстадного чувства, на которое у них просто аллергия. Крысы любят работать и зарабатывать деньги, поскольку это приносит им ощущение стабильности и собственной важности. В отношениях крысы не слишком постоянны, он редко привязывается к человеку гораздо чаще к дому, поэтому самый верный способ удержать крысу – это создать тихую гавань, в которой будет царить мир и стабильность. Из такого дома крыса ни за что не уйдет. Не стоит ждать от этого знака сумасшедшей страсти, но если в отношениях с партнером развиты такие составляющие, как дружба и взаимопонимание, крыса обязательно дополнит их нежностью, трепетом и романтикой. Бык. Под этот знак попадают все люди, которые родились в 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 и 2009 годах. Упрямство Быка общеизвестно. Он идет к своей цели, сметая на пути все видимые и невидимые преграды. Это самый сильный, крепкий и целеустремленный знак, приземленный, видящий свою цель в том, чтобы чего-то достичь, зарабатывая деньги, твердо стоя на своих ногах. Он очень ответственный и может быть прекрасным менеджером, строгим, но справедливым. Кстати, чувство справедливости у Быка развито немерено. Он моментально бросается на защиту слабых и обиженных, делая их врагов своими. А врагам Быка не позавидуешь, он разметает их, словно пушинки. В отношениях Бык очень верный однолюб. Он очень страстный и предан партнеру до мозга костей, требуя того же взамен. Измена или предательство могут сильно подкосить Быка. Подозрения его сделать жестким и властным тираном, которые требуют повиновения во всем. При этом нежный и любящий человек поможет Быку стать мягким, открытым миру, научит расслабляться и получать удовольствие от жизни. Тигр. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 и 2010 годах. Это очень яркий, амбициозный и увлекающийся знак. Он целеустремленный, без устали идет к своей цели, зажигая по ходу и других. К слову, тигр всегда воздействует на окружающих, покоряя их своей агрессией и очарованием. Увы, многие его проекты так и остаются незавершенными, так как он натура увлекающийся. Имидж для тигра это все, и он очень часто пытается не подмочить его, что кстати не так легко, потому что тигр способен на необдуманные поступки и совершает их довольно часто. В работе, если он по-настоящему любит свое дело, тигр готов пожертвовать ради своего успеха даже собственными интересами. Он идеальный менеджер, который выстроит эффективную кампанию и заставит всех бесплекословно подчиняться его приказам. В отношениях же тигру все время нужны острые ощущения и новизна. К сожалению, он склонен к изменам и краткосрочным романам на стороне, которые он сам не считает изменами, а просто мимолетными приключениями. Поэтому партнеру тигра надо будет постараться, чтобы все время поддерживать в нем огонь и страсть. Кот либо кролик. Эти люди родились в 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 и 2011 году. Это очень везучий знак, который всегда приземляется на лапы, что касается всего и работы и финансов и даже рисковых проектов. Хотя риск кролик не любит, поэтому не будет лишний раз ему подвергаться. Это большой эстет с хорошим вкусом, который любит всеобщее обожание и восхищение. Собственно, все, что он делает, имеет конечной целью именно то, чтобы его похвалили, восхищались и ставили в пример. Кролик выглядит мягким и податливым, но пусть это вас не вводит в заблуждение. При желании его вон упор будет таков, что его не выдержит даже тигр либо бык. Кролик всегда сочувствует другим и готов помочь, но обычно это желание вызвано в первую очередь его социальностью и социальной активностью. Собственные неудачи и безвыходные ситуации очень расстраивают кролика, он может даже впасть в меланхолию или депрессию. Однако успокаивается довольно быстро и выход в итоге обязательно находит. В отношениях кролик отдается целиком, зачастую жертвуя собственными интересами ради любви. И того же ждет от своего партнера. Для создания идеальной семьи кролику нужна нежная и доверительная обстановка в доме, а также много детей, которых он очень любит. Дракон. Этот знак попадают все люди, которые родились в 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 году и 2012 году. Это поистине необычный знак в китайском гороскопе. Это удивительная, яркая личность, цельная, целеустремленная и в меру амбициозная. Дракон тонко чувствует других людей, их проблемы и всегда готов прийти на помощь и им помочь. Он может общаться со всеми на равных, что привлекает к нему других и делает желанным для любой компании. Он очень силен, но не любит демонстрировать свою силу, только если ему самому или близким людям не понадобится защита. В делах дракон всегда добивается цели с наименьшими жертвами. Он прекрасный работник и легко находит выход даже из самой трудной ситуации. Дракон хоть и не хвастлив, но всегда может вовремя блеснуть своими способностями, поэтому в любом коллективе он оказывается в центре внимания. Он охотно делится с другими всем, что имеет сам и судьба всегда вознаграждает его за такое великодушие, высоким статусом и хорошими доходами. В отношениях дракон не слишком страстен, но любит трепетно и глубоко, легко сближается с людьми и быстро влюбляется, чем часто отталкивает потенциальных партнеров. Змея. Под этот знак попадают все люди, которые родились в 1917-1929-1941-1953-1965-1977-1989-2001-2013 годах. Это, пожалуй, самый мудрый, расчетливый, но при этом ленивый знак китайского гороскопа. Змея способна найти выход даже из наглухо замурованных стен, способна убеждать, хорошо читает людей, добивается своего, долго выжидая и в нужный момент хватает добычу намертво, никогда не промахиваясь. Змея очень осторожна и никогда не будет действовать, зная, что идет хоть на малейший риск. Если змея видит реальную опасность, она предпочитает отойти с дороги и выждать дальше более удобного времени. Змея всегда находится в центре внимания, у нее множество подклонников и знакомых, но глубоко в свой мир этот человек не пускает никого, будучи эгоистом и индивидуалистом. Людей может пугать холодность и порой даже алчность змеи, а она чувствует себя вполне комфортно в одиночестве. Ей никогда особо никто не нужен. Змея могла бы добиться небывалых высот, но часто она слишком эгоистична, чтобы подниматься выше определенного уровня, который сама для себя сочтет достаточным. В отношениях змея способна просто колдовать партнера, подчинив себе его волю полностью. Ей нужен тот, кто окружит ее заботой и любовью, а она сможет лениво жить на его плечах. Всех остальных же змея отпускает из своей жизни без капли сожаления. Лошадь. Это люди, которые родились в 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014 годах. Лошадь яркая, непостоянная и свободная. Она не терпит правил и ограничений. Она любит зарабатывать деньги и заниматься творчеством. Ее невозможно приручить, ею можно только восхищаться. Этот знак совмещает в себе как бы три ипостаси. Лошадь может работать, может блистать на балахе и светских приемах и может носиться по зеленому лугу. Но сдерживать ее нельзя, ровно как и нельзя предугадать, какой она будет в следующий момент. Лошадь очень импульсильна, она может наговорить резких слов, за которых будет потом раскаиваться. Наверное именно потому у лошади нет так много друзей, лишь те, кто знает ее бурный нрав и принимает ее такой, какая она есть. Лошадь любит и умеет жить красиво. Она любит дорогие вещи, украшения и путешествия. Но она умеет и зарабатывать деньги, все ее траты жестко согласованы с доходами. В транжирстве ее не упрекнешь. В любви, как и во всем остальном, лошадь очень эгоистична, поэтому ее идеальному партнеру надо быть очень спокойным и терпеливым, философски относиться ко всем выходкам лошади. Коза. Сюда попадают люди, которые родились в 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 и 2015 годах. Этот знак всегда блистает в обществе и получает комплименты. И то и другое для козы очень важно. Ее можно заметить сразу по элегантности, подтянутости и хорошим манерам. Ею должны все восхищаться и делать комплименты. Она не ищет сложных путей, не стремится проявлять инициативу и быть начальником. Материальное в ее натуре часто преобладает над духовным, поэтому в личной жизни козе нужен обеспеченный партнер. Близких людей коза может удивлять непостоянством натуры. То она нежная и ласковая, то взбрыкивает и бодается. Вообще, главное для козы это ее полный и абсолютный комфорт здесь и сейчас. Перемены и риск это не для нее, ровно как излишняя свобода. В отношениях козе нужен тот, кто будет вести ее на поводке, но на слабом, чтобы она иногда могла побегать и порезвиться. Партнер должен окружать ее любовью, заботой и комфортом, иначе обижена коза будет устраивать истерики или даже симулировать болезни. Обезьяна. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1990, 1992, 2004 и 2016 годах. Этот безумно обаятельный знак никого не оставляет равнодушным к своему очарованию и дару убеждать. Обезьяны часто становятся прекрасными серыми кардиналами, позволяя другим думать, что они контролируют ихнюю ситуацию. Но при этом всеми процессами руководят именно обезьяны. Они прекрасно хранят секреты и другие им часто доверяют, даже если это малознакомые люди. Обезьяны всегда легкие на подъем, но если какое-то дело им не удается, они могут бросить его, заставив свою команду убирать за собой. При этом работе обезьяны очень преданы и часто жертвуют своими интересами ради работы. Обезьяны всегда легки, праздничны, но немного легкомысленны и поверхностны. Это проявляется и в отношениях. Партнер обезьяны не должен лишний раз грузить его проблемами и должен обладать чувством юмора, поскольку обезьяны не терпят серости и однообразия. Петух. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 и 2017 годах. Петуха сразу видно в любой компании. Это яркие, хорошо одетые личности, которые любят общество и умеют правильно себя подать. Они обычно прекрасно разбираются в моде, обладают утонченным вкусом и в этом вопросе весьма требовательны к себе и к окружающим. При этом они очень скрупулезны и педантичны, во все, что делает петух он должен знать на 100%, поэтому их очень часто раздражают те, кто не соответствует высоким стандартам. Вообще, честность и открытость петуха часто играет с ним в злую шутку, потому что далеко не все его знакомые могут это оценить, часто принимая за плохое воспитание и озлобленность на окружающих. В отношениях петухи большие мечтатели, поэтому часто разочаровываются, когда мечта не совпадает с реальностью. Им нужен тот, кто примет их такими, какие они есть, подарит шанс развивать честные, прямолинейные отношения и тогда петух пойдет на все ради этого человека, а уж это они благодаря своей храбрости умеют делать, как никто другой. Собака. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годах. Это самый верный, преданный, симпатичный и заслуживающий уважения знак. Собаки очень добрые и сочувствующие существа. Они с радостью взваливают чужую ношу на себя и выполняют чужую работу четко в срок. Собаки большие мечтатели, неимоверно привязаны к семье и к родным людям. Они часто чувствуют несправедливость, а сама мысль об этом им противна и вызывает шок. При этом собаку могут расстраивать такие нереальные, казалось бы, вещи, как природные катаклизмы или угроза конца света. Поэтому им нужно научиться, расслабляться и не переживать за всех и вся, ведь на все попросту повлиять невозможно. В отношениях с противоположным полом собаки очень верны и преданы. Счастье для них – это делать счастливыми любимого человека. А вот если любимый человек еще сможет по достоинству оценить их усилия и воспринимать их с благодарностью, это и будет идеальное отношение для собаки. Свинья. Под этот знак попадают люди, которые родились в 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, в 1995, 2007 и 2019 году. Свинья обычно мирный, толерантный добряк, который никогда не откажет в помощи, однако мало кого допускает свой близкий круг общения. Эти люди никуда не спешат, они не поддаются панике, поэтому являются незаменимыми в скрупулезной монотонной работе. Они не обидчивы и не мстительны, поэтому часто становятся объектами безобидных шуток, друзей и коллег, против которых обычно не возражает. Свинья обожает отдых за городом, природу она предпочитает самому экстетичному путешествию, поскольку свинья консервативна и чувствует себя крайне неуверенно в новом месте. Из-за своего спокойствия, невозмутимого бесконфликтного характера, свинья может показаться слабохарактерной, но пусть это вас не вводит в заблуждение. Если понадобится защищать себя либо своих близких, этот знак будет противостоять опасности до последней капли крови. В отношениях свинья терпеть не может американских горок и нужен человек, который обеспечит ее спокойствием, домашним уютом, равными отношениями, без лишних скандалов и нервотрепок.